Друзья, мы приехали в Сусесси, Лакшери Резорт, это 10 сезон Работы Мечты, думаю вам понравится это видео, потому что в нем мы рассказали очень много крутых штук, вернее наши ребята из 10 сезона Работы Мечты, которых вы давно знаете, поэтому готовьтесь, будет круто, будет очень интересно, итак, мы заходим в Аталью. Туда нельзя! Вот у нас очень крутые гости, в этом году у нас много работы, вообще очень супер, просто самое лучшее. Немножко про отель Сусесси, Лакшери Резорт, значит, мы знаем, что у него есть награда, голубой флаг за очень крутой пляж, в Сусесси переводится как шум воды, и еще немного данных появится вот здесь сейчас, справа или слева, посмотрим. Давай, Легина, расскажи нам, что здесь находится. Что рассказать? Ну здесь, что вы тут делаете? Мы тут работаем, у нас тут вот тренера приехали, аквафитнес будет, доброе утро! Здравствуйте! Профессиональные тренера ведут у нас аквафитнес. А вас они что-то учат, нет? Нас, да, учат, рассказывают нам про питание, про спорт еще рассказывают. Вообще очень супер, просто самое лучшее у нас. Какие ты активы ведет? Весь сезон я вела водное поло, сейчас я веду стрейчинг, пилатес, иногда аквафитнес. Теперь по спортику. Сейчас Таня ведет бочу. Таня по машинам. Таня ведет бочу. Таня боча мастер у нас. Это-каква. Как ты проводишь выходные, самые незабываемые после концерта Зивер? Сплю. Сплю до трех часов дня, это незабываемо. Я просто сплю. Мы идем в мини-клуб. Танцуйся, Люня. Здравствуйте. Танцуйся, Люня. 36,3. Опа-опа. А сколько должно быть вообще здесь? Всем привет! Я надеюсь, все узнали Аню. Да, уже второй год здесь, в Шуфейфелак Черега-Гор. Я работаю в мини-клубе. В этом году у нас много работы, относительно прошлого года, потому что у нас работают парк, бассейн и тейбл-гейм. Вот, на парке как родители могут вместе погулять с детьми, так и мы с ними гуляем. У нас есть программа, рассчитанная на две недели. Здесь парк. Здесь мы играем с детьми, мы придумаем разные игры. Они здесь отдыхают, потому что детки не могут постоянно сидеть на тейбл-гейм. Мы сейчас идем домой, я живу на территории Лайшмана. У меня лучшая комната, мы живем вдвоем с девочкой, она со спорт-анимацией. Я с детской. Это оливки, что ли, вот это? Да, это оливки. В следующем месяце начнут трусить. Ты пробовала их? Нет, они еще зеленые. Здесь у нас есть мандарины. Вот здесь вот. Ничего себе. Люди, это мандарины, это они. И следующие лаймы. Лаймы. Чем они отличаются, знаешь? Лайм? Да. Это мандарин, это лайм? Все, не знаешь, понятно. Вот. Мы почти уже подходим от моей работы, может, ну не знаю, минуту от силы идти. Вот. Сейчас покажу окошко. Вот, на втором этаже. Сколько людей у тебя обитает? Здесь живет половина команды, а вторая половина команды живет outside. А как определялось, вы живете на территории отеля или нет? Блин, ну кто первый приехал, кто первый кинул свои шмотки, тот и живет. И все? И у вас не было такой дедовщины, все такое? Нет, конечно. Еще очень крутая тема в отелях, заботятся об экологии, так как здесь пляж награжден наградой голубой флаг. Сейчас покажу вам прикольную тему. Значит, здесь рассказывается, как быстро разлагается мусор, который мы оставляем после себя. Пластиковая бутылка разлагается на протяжении четырехсот лет, стеклянная четыре тысячи лет, металлическая десять лет. Жестина, вернее, пластик. Тысячу лет еще есть какой-то. Ага, пластиковые трубы. Батарейка. Четыреста лет разлагается. Салфетка три месяца. И батарейки Дюраселла разлагаются триста лет. Ничего себе. Вот такие штуки у нас. Заботимся об экологии. Об этом нам говорят в отеле Сусесси Лакшери Резорт. Какая может быть дедовщина? Кто приехал? Двухэтажные кровати? Нет. У меня полторашка. Это наша терраса. Так, вопрос такой насущный. Где вы стираете вещи? Чего? У нас есть отдельная комната, там где мы можем постирать и погладить свои вещи. Мы спускаемся. У нас есть нулевой этаж. Вот, там есть комната. С этим проблем нет. На террасе мы можем, у нас есть сушилки. Мы можем поехла посушить вещи. Вот. Здесь два этажа. Здесь есть. На первом этаже... Ну, открой, давай хоть глянем коридор. В комнату не будем заходить. Мы знаем, что у тебя там отдыхают люди. Да. Что-то за велики. Это мальчишки у нас катаются. В смысле? У них в анимации есть велики? Да. Ничего себе. Вот та комната, которую мы делаем. А ее нельзя показывать? Можно спустить. Давай покажи все. Дичь. Если прямо пройти, то там есть комната. Вау, вау, вау. Это встанно. Это декорация. Для всяких шау, да? Крутых. Да. Ну, показывает стиралочку. Где тут стиральная комната? Лаунды ваши. Здесь идеальная свеча. Ничего себе. Так что идеальная свеча. Итак, мы на киностудии Warner Brothers. Крутых. Здесь у нас есть. Ага. Стиралка. Утюг. И что это? Как называется? Гладильная доска. А вы купаетесь здесь или вон здесь? Нет, конечно. У вас есть. У каждого своя комната. Да, у нас прекрасные условия. Круто. Ну, давай, давай. Может она не спит. Куда нельзя. Станя у нас не пускает номер. Хочет личное пространство уберечь. Ну, давайте она хотя бы перечислить то, что у нее есть. У нее есть шкафа. Плазма. Холодильник. Стоп. Не выходи, не умеешь. Выходи. Мы хотим номер посмотреть. У вас есть плазма? Покажи плазму. Ну, заходите. А подожди, у нас взорвали. А короче, все нормально. Идет, друзья. Итак, мы говорили, говорили. Снимай, ты готова? Нет. Итак, поехали. Быстро, быстро, ребята, пока не выходят. Ничего себе. Вау. Ну, ребята, я вам скажу, что в четырехзвездочном отеле, в котором мы остановились. Условия похуже. Это моя любимая шкафа. Не моя, наша. Наша. Это наша, помните. Ничего себе. Пойдем в турнини бар. Что? Охуеть. Ничего себе. В принципе, есть все. Ого, ребята, слушайте, у вас очень круто. Ну, как четверка где-то номер, да, я смотрю? Да. Даже, может быть, и пятерочка такая, типа, лайтовая. Нифига себе. Все в окне, все в окне. Отельчик ваш любимый, да? Если хочешь, ты можешь открыть. Да ладно. Ну, слушайте, ну, серьезно, ничего себе, вот это номер у вас. Я в шоке. Тришка. Да. Тришка. А, подожди, а можно, да? Это. Там нет людей? Там людей, проверю. Там людей, проверю. Там людей, проверю. Там людей, проверю. Все нормально. Так, санузел. У нас есть шок. У нас есть шок. Вот душ. Ничего себе. Короче, ребята. Эти люди офигели вообще. Почему? Тришка. Потому что мы живем в четырехзвездочном отеле, и у нас, как бы, условия хуже раз в десять. Поэтому стало получше. Ну, класс. Класс, конечно. Ну, кровати раньше. Тришка. Тришка. А, еще и убирают вам? Да. Убирают белье. Вы, ребята, конечно, интересные. Короче, еще и убирают. Если ты хочешь в вечернее время доехать куда-то, то это только до двух часов ночи. До двух часов ночи. Надо вернуться до двери. После двух часов спи, где хочешь, откроют двери помощи в 7 метров с ног. Здесь у нас играют настальный теннис. Здесь я провожу пилатес-активити в четыре часа. Сегодня будешь вести? Да, сегодня тоже. Смотрите. Здесь у нас территория живой музыки. Вечером живая музыка. Приезжают кавер-группы, играют. Это у нас сессия-арена. Здесь у нас шоу каждый вечер. Сразу после шоу мы живем. В прошлые сезоны вы видели эти великолепные шоу, которые показывались в отеле Сусеси. Сегодня, к примеру, приезжает балет Тодес. Здесь всегда весело и интересно. Женщина у вас. Играет музыка Скажи, ты вот маски все время вообще нельзя снимать никогда? Ну, на Activity мы снимаем. Они говорят, ну вообще мы должны, весь персонал должен быть в масках. Мы же вакцинированные, нас вакцинировали, да. Ну как у тебя были от вакцины? Были какие-то послания? Ничего нет, мне кажется, это больше как накручивают себя, ой, будет плохо, не знаю, вообще все спокойно. Обязательно вакцинация была? Да, обязательно, весь персонал вакцинирован в нашем отеле. У нас есть сертификат, что у нас safe tourism, что у нас безопасно и мы все вакцинируем. Здесь анимация отеля с Усесси, готовится к своим Activity. Видим здесь куча инвентаря спортивного, мячи, даже Маша у нас есть. Аниматоры у нас делятся, смотри, языковые логи, там всех детей, член детей. Общие фразы, обратите внимание, как это все выглядит. Ребята быстренько учат слова. Здесь музыка. Это кайфово, знаете, в каком плане осень, здесь прохладно. То есть здесь стоит кондер. А возраст какой? От 4 до 12 лет. С нами они могут оставаться, если детки младше, то они здесь гуляют вместе с родителями. Так как у нас отель получил сертификат здоровый туризм, мы не можем находиться в помещении, либо же если мы находимся в помещении, мы всегда все в масках. Это бассейн, у нас есть две горки. Вы катаетесь вместе с детьми? Нет, с детьми катаются только родители, и они смотрят за ними. Нас оставляют только на Table Game и на парке. Здесь два бассейна для деток, также есть Table Game. Если хотите, мы можем пройти? Пойдем? Здесь у нас Table Game. Дети могут поиграть уно, дженго, лего, поразакрашивать, порисовать. Также у нас есть интересные игры, как пингвины. Вот, они здесь веселяются. У нас самое активное время – это 11.15.30. В 11.00 чаще всего у нас проходят игры. В 15.30 у нас приходят аниматоры и переодеваются в костюмы, танцуют, играют. Мы работаем с 10.00 до 17.00. Потом у нас перерыв и с 80.00 до 10.00. А вот как? Ты сейчас 12.00 только пришла на работу. У нас сейчас есть две смены. Так как у нас мини-клуб не закрывается с 12.30 до 14.30, мы работаем с 10.00 до 5.00 без перерыва. Первая смена приходит на 9.30. Вот, и работает до 12.30. А вторая смена приходит на 12.00. И работает до 15.00. Потом у нас есть маленький перерыв. Так, но бывает, что вы там прямо устаете, вот такие, о, все, я не могу. Нет. Программа пишется на каждый день. Вот. Кто-то стоит на ресепшене, кто-то играет с детьми, кто-то делает контроль. Здесь постоянно все меняется. А свисток тебе зачем? Это чтобы свистеть. А ну свист. У нас сейчас загружен отель на 100%. Приезжают группы. Кости из каких стран у вас? Большинство это Россия, Турция, Иран, Украина, поляки, румыны, Чехия. Так было весь сезон или были какие-то наплывами? Наплывами были, когда был Байрам. Было очень много турецких гостей. Ну а так стабильно Россия, Турция. До какого времени вы должны работать? Пока есть гости. До конца сезона, пока есть бронирование. Ну ты планируешь до какого времени? До конца. До упора? До упора. Не хочешь домой? Нет, пока не хочу. Вообще нет? Какие хорошие моменты? Вот вообще самый ядовый момент. Класс, кайфануло знаешь от чего? Кайфануло. Мы ходили на концерт в Элло. Приезжала Зиверт и мы ходили на концерт. А к вам звезды не успевают? Нет, у нас только турецкие звезды. У нас, ну как-то, не знаю, отель такой синий. А что самое тяжелое в работе конкретно для тебя? Самое тяжелое? Не знаю, все одинаковое. Не то чтобы легко, но все умеренно, все хорошо. Питаетесь в ресторане или в столовой? Завтракаем и ужинаем мы в ресторане, обедаем в персональном кафетерии. Ресторан Мишлин, пять звезд, персоналочка такая наша. Это уже вкусно. И здесь, друзья, у нас есть расписание детских активностей. Спортивное расписание я вам уже показал. Детское расписание у нас находится возле мини-клуба. Вы можете увидеть все активити, которые проводятся в детской анимации и выбрать максимально подходящее для вас для того, чтобы на собеседовании указать о том, что вам нравится эта активити, либо у вас уже был опыт конкретно определенных упражнений. Подучило как-то языки или не пошло дело? Английский, да. Английский, да? Английский, да, и некоторые слова хватают и редского. Домой часто звонишь? Каждый день 350 раз звонить. Смотри, а вы с телефонами, я не пойму, как бы их нельзя вообще, да, я так понимаю? Мы с телефонами, потому что мы пишем друг другу информацию по поводу, если есть проблемные дети или какая-то ситуация, вот мы должны сразу знать. Но вообще мы на работе не пользуемся. Как проводишь выходные? Езжу. Анталия мой лучший друг. Шопинг. Поездим в красивые места. Поразвлекаться где-нибудь. Вот, ну вообще, очень хочется просто полежать на кляже, но так как времени очень мало и хочется успеть все, то мы ездим. Что не нравится больше? Я не знаю, я это, как говорила в прошлом году, так и в этом году, как бы. У меня все нормально, я люблю очень детей, поэтому у меня с ними нет проблем, у меня работать не тяжело. У нас команда очень дружная, у нас адекватное руководство и все делается для того, чтобы у нас была легкая работа. Покажем, как идут дартс. Вы постоянно спрашиваете, что тут заиграть, сейчас покажу вам, как это выглядит. Таня у нас уйдет ее, ну, думаю, вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok Аня, а что это за активити? А, это мы делаем украшения. Смотри, у вас красиво. Ой, спасибо. И сколько ты делаешь по времени? Полчаса. Каждая активити рассчитывается у нас на полчаса. О, спасибо. О, не за что. Нам можно ходить на море, мы ходим на пляж, в перерывы. Ну, снимай уже маску, тут уже как бы мы одни. На работе. Ну, окей, ладно, сегодня не хочешь снимать. Мы можем ходить на пляж, только в конец нашего пляжа и спокойно купаться. Как часто ты ходишь купаться? Каждый день. Каждый день. Мы начинаем работу в 9.30 с митинга. Первый перерыв у нас в 12.30 до 2.30. Потом у нас в 5 до 8.30. И все. Два перерыва. Устоешь? Вечером. Мы танцуем весь вечер, да. У нас есть контакт, мы танцуем. Да, вечером. Тяжело днем. Хорошо. С родителями часто общаешься? Да, каждый день. Интернет есть у вас на территории отеля? Да, вайфлай. Свободный, да? А здесь? Ну, здесь на территории отеля, да. Думала ли ты о том, чтобы остаться? И не возвращаться домой, в плане уже, ну, чтобы здесь работать все время? Хотелось бы, но у меня сейчас учеба, нужно вернуться. Так бы осталось? Да. Хотелось бы остаться, правда. Климат, погода. Очень нравится, что ты работаешь с гостями, а не на отдыхе. Спокойно, все весело, классно. Крутая погода, море, музыка. То есть ты кайфуешь. Ну, это очень круто. Вокруг тебя постоянно позитив. Позитивные гости. У нас очень крутые гости. Вообще позитив все время. И возвращаешься в Украину, так как грязь, все злые, слякоть, дожди, холодно. И такой ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зарплату вам платят в лире или в долларе? Лира, через банк, турецкий лира. А чай бывает? Ну, самый чай, вот тебе за один раз сколько отдавали? 50 долларов. 50 баксов? Это один раз было или бывает? Нет, один раз оставили гости. Это были наши репидгесты. Гости приезжают каждый год уже очень много лет. И оставили аниматором немножечко чая. Такие приятные бонусы. Ездила куда-то на выходной? Да, в Анталию в основном не езжу. Регулярно? Ну, в основном не езжу регулярно. Чаще всего в Анталию. Но хочу поездить еще. Хочу ездить в Сиде, Монаргар. Возможно, вот на этот выходной завтра. Завтра у меня выходной. Может быть, завтра поехать. Интересно. Ты ездишь одна или как-то компашкой вы договорились? Или одна. Или с девочками из дневнику. Балка, у вас попадают выходные. Можем договориться проехать вместе. Так в основном чаще. Какие у вас опции есть? Какой анимации на употребление мороженого, милкшейков, кофе, кока-колы и всего остального? Мы можем спокойно это брать. Единственное, мы не можем пользоваться фудкортами и ресторанами а-ля-кар. Так все мы можем. Халявный мини-бак. Как у вас? Что, быстрее? Бесплатно, ребята, бесплатно. For free. Нам нельзя носить стаканчики вот так. Нам нужно выпускать их вниз. Мы можем даже ходить в аквапарк с гостями. Можем сидеть шалет с гостями, если это наши хорошие гости. Можем ужинать, если это семья. Можем поужинать с гостями, если они нас приглашают. Нам нельзя ходить ночью на пляж. Должен менять гостей, ну, общаться. Но вы же не пьете тут. Нельзя пить. Так весело, очень крутые гости. Ну, всегда весело. У нас была компания подростков, как мы только начали работать. О, они просто везде с нами. Ну, блин, мы очень за ними скучали. Очень крутые ребята просто. Допустим, если сейчас мало людей, я могу пойти на аквапи, может, аниматься. Здесь очень интересный момент. Мы должны, мы как аниматоры, мы убираем амфитеатр после шоу-группа. Это очень странно. Я не знаю, почему это делаем мы, если я иди калстюболом. Мы убираем, ну, у нас заканчивается живая музыка. Мы меняем афиши и идем убирать амфитеатр. Полотенце, что такое, да? Да, убираем полотенце, подметаем. Мы такое не рассказали. Тут еще в отеле выдают кроссовки. Представляете? Здесь анимация отдыхает. Покажи кросс. Вот они. За 100 баксов. Отдали за кроссы. Отель, значит, Аня предоставил. Как лучшему сотруднику. Какой? Чего ты это рассказываешь? Нет, всем. У нас одинаковая у всех форма, поэтому... Тише, тише. Все ходят. Так, ребята, будете лучшими сотрудниками, вам будут продавать кроссы за 100 баксов. Здесь с правой стороны будет аквапарк. Мы можем с гостями, если что, купаться. С детьми, получается, или как? Ну нет, со взрослыми гостями. Но я имею в виду, что там спорт, анимация, они могут. Вот. Здесь теннисные корты. Для большого тенниса. Для большого тенниса, да. Пинг-понг есть. Пинг-понг мы уже сняли. Возле бара, да? Да, возле бара. Вот. Выход к морю. Мы здесь ходим. Мы можем ходить, передвигаться, потому что... Ну, типа, гости не должны видеть, как анимация в обычной одежде передвигается по отелю. Вот. И там есть еще ребята, которые занимаются водными всякими штуками. Итак, ребята, Регина не хочет рассказывать. Я расскажу сам. Здесь, значит, Регина набирает коврики. Для того, чтобы провести... Какое activity? Пилатес. Пилатес. Сколько у тебя людей на activity приходит? Много, очень много. Ну, максимум, сколько может быть? Ну, я не знаю, 4-10. 10? Ого, как много. Ну, хорошо. Так, Регина раскладывает. А, да, это уже Pilatus. Я могу. Да. Да. Как долго идет activity? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...